На протал «Эксигет» поступил вопрос. Сокрушаюсь с игрека, когда я на людях. Как быть? Ну, а вы пытаетесь сокрушаться заранее, когда вы где-то в келье, где-то в квартире, в каком-то месте безлюдном, в машине. Вот так как-то выделитесь и это время. И так вот сугубо сокрушаетесь. Особенно это время утренних вечерних молитвов. Очень хорошее время для сокрушения в своих грехах. Тогда, может быть, у вас, если вы так хорошо поскурушаетесь, у вас уже потом будет уже меньше желания о людях. Это дед, потому что вы уже, как мне сказали, в этом смысле вложились в этот момент, в покаяние. Но, знаете, сокрушаться-то ведь можно и на людях, только стараться это чисто внешне не показывать. Не надо это озвучивать, не надо это лицом как-то особенно показывать. Это можно сильно переживать о своих грехах, молиться о своих грехах. И всё это делать можно хоть под камеру. Это совершенно не мешает. Ну, не требуется никакой такой навык. Ну, а если уж вас-то как-то вот так совсем, вы такой простой человек, и вы начинаете сокрушаться в грехах на людях, да и ладно. Ничего страшного. Можете сокрушаться в грехах на людях, ну, и, может быть, называть какие-то рыбки, какие-то снисходительные. Ну, и наследие царство небесное. Чем быть таким очень упакованным, очень таким человеком авторитетным, и, может быть, так сказать, без сокрушения духа получить некоторые потом проблемы в духовной жизни. Поэтому это не самый такой большой недостаток, если у вас это происходит. Не за что. Почему? Потому что все-таки нас Господь призывал молиться, каяться, все-таки неприлюдно, чтобы не было, не дай Бог, гордости. А то еще, если мы сокрушаем среди людей такого нехристианского настроения, то это еще ничего. У нас там начнут нам издеваться, там смеяться, это даже хорошо, да. Это нас унижает где-то и смиряет. А если вдруг мы будем среди своих христиан, так вдруг еще у нас пумус придет, что мы такие, знаете, с покаянием, не то что некоторые. Это будет плохо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!